Если у Егора будет меньше 10 тысяч к концу этого мейджора, то я приду с распущенными волосами на фенальную часть. Нет, Александр только нет. Договорились. На груди. Хорошо. На груди распущу. Итого Акаша заходит от LG Gaming. Отвлеклись от пиков. Нет. На волосы Егора. Просто Акаши волосы такие же как у Егора. Только заплетены они в две косички и рога еще есть. А у Егора нет двух косичек. Но может быть есть рога. Тускар, Darkseer, Квапа у LGD Gaming, SF, Dazzle, Night Stalker у Anode. И по-прежнему есть алхимик. Есть. Его могут взять по-прежнему в любую секунду времени, но на самом деле вряд ли. Их пик напоминает на пик профессиональной команды на мейджоре. Вчера этого не было. И они выиграли. А сегодня, видимо, они опять подстроились под эту волну. Да. И проиграют. Потому что в эту игру... Потому что есть игра Dota 2, а есть International. В International они проиграют. Это мажор. На International? Интернешнл. Хорошо, да, действительно. Это называется мажор. В мажор они проиграют. Там Ember Spirit появился? Все равно это пока немножко по-мажорному. Тут нету ничего из Dota 2. Dota 2 это Lanai в первой стадии. И Алхимик на третий пик. Понял тебя, понял. Без каких-либо суппортов с Аганимом, чтобы были сильными. Не, ну если объективно, то у них довольно все неплохо. Ну да. По пику, если вот по таким вообще принятым стандартам, то у них... А вот и собственно говорит, Templar. Да. Ну вообще мне Ember очень нравится против Templar. И хотя куда тут у них клопа опять пойдет гулять где-то там. Ну Siler, это между прочим становится все более популярным, но в отличие от той же Виги, которая взяла Queen of Pain для Паши, который там ни разу не играл там на ней. То здесь китайские команды постоянно пикут для своей карьеры. Да, да, да. Сайлор, Бернинги всякие играют. Поэтому... Хао тоже, да, любит клопу. В этом нет ничего удивительного. И скорее всего это будет хорошая такая Queen of Pain с толком взятая. Тем более, что есть комбат под Dark Sears уже. Полностью согласен с тобой, Ярослав. Вот. Но тут тоже Ember на легкой. И вот все очень много берут квапу против Ember якобы арчит собирать, но на самом-то деле все это глупости. Ведь Ember вяжет квапу и ее убивают. Да, еще Ember может купить манту. Но мне кажется Ember пойдет в мид против Templar. А Яфиц куда пойдет тогда? Яфиц на легкую. Ну... Да нет, я думаю, что SF все-таки будет в миде, а Dazzle его сейчас подспасет и настакает. Думаю, все будет дефолтненько быть, ребята. Остался Hardlaner. Как скажете, молодые. Ну как-то... Действительно, SF сейчас такой герой, что... Вот этот с помощью этих стаков и там и там... Ну... За Зинтов, конечно, полегче, но... Дайр тоже можешь. Ну, эти... Рэперы. Вот. За других, за темную сторону, ему потяжелее. Но, тем не менее, все равно он свое получает. Пусть там какой-то суппортик постакает. Сам себе там лишних трипов пропустишь. Ничего особо не теряешь. Ну и это все разменит ради того, чтобы отправить его на легкую. Что он там будет делать? Я уже видел на этом турнире игр, где SF шел на легкую. Он побеждал. Забыл, кто играл, но он точно побеждал. Ну, я... Возможно, кстати... А! Это был LGD. Да. Сайлор. На легкой, на SF, да. И... Ого! ВР-ка! Здорово! Это... Саппант ВР-очка, что ли? Или... Харлайн ВР-ка. Ну, скорее, оффлайн ВР-ка. Может быть, они поставят на легкую ВР-ку против Дарксира, где тоже так себе. А ВР-ка может такать два спауна за Радиент. Жесть! Ну, и здесь Шадоу Шаман. А Терротикея... Ну, что там? Ну... Зачистили, слушайте. Шадоу Шаманы почаще уже начали появляться. Ну, что же, начинается первая карта последнего матча на сегодняшний день. Это Анноун против LGD. Первая карта. И мы передаем слово нашим комментаторам. Спасибо, Иван. Переходим к заключительному матчу сегодняшнего дня. С вами Мэйл Шторм и Версута. Именно мы. Именно здесь. Именно эти команды. Последний матч и правда. Серия БОТ-3. LGD. Анноун. Но перуанцы... Я на самом деле... Мне как бы нравится эта команда. Многим, я думаю, импонируют эти ребята. И даже вот ВКонтакте проголосовали за их победу. Не потому что, наверное, больше верят в их победу, а потому что просто больше хотят верить в их победу. Достаточно такие прыткие, веселые товарищи, которые врываются на дота-сцену, проходят квалификации, попадают на мейджор. И вот как они будут тут уже выступать, конечно, дальше, время покажет, но... Уже неплохо. Уже хотя бы первые раунды они прошли. Уже результат есть, да. Лучше многих. Началось, началось в какой-то утро вот это вот... Да, давай посмотрим, кто у нас на ком играет. Итак, Сток играет на Найт Сталкере. Атун на Шадоу Финде. Акет играет на Дазле. Гриди на Виндрейнджер. И тот самый Катаро на Эмбер Спирите. У команды LGD Maybe будет играть Темплар Ассасин. Роти Кейпа играет на Дарк Сири. ДДС Шадоу Шаман. ММА будет играть Таском. И последний персонаж у нас Сайлар на Квин оф Пейн. Да, такой довольно таки дефолтный пик у LGD. Стоит отметить, что Тускар, ну я вот так вчера нам в Твиттере, точнее сегодня в Твиттере пришла статистика от... Ну не анонимного статсмена, скажем так, а от статсмена Ферониона, который сделал по моей может быть просьбе, а может быть он и планировал сделать картиночку по героям. Ну и вот Таск обладает стопроцентным пик-бан рейтом. Во всех играх он у нас присутствует либо там, либо там. Ну и как мы видим, здесь его LGD тоже на ферст пик забрали. Правда отдали Шадоу Финда, который также у нас является одним из основных героев, можно сказать. Слишком он хорош в современной мете. Ну и что по лайнам? Да, по лайнам у нас следующая ситуация. Эмбер Спирит все-таки пойдет получать много экспириенса на легкой и стоять фармить. А в хардлейне у нас Виндрейнджер. Но Виндрейнджер в современной мете одна там не постоит. Ее, скорее всего, будет кто-то сейвить, кто-то ей помогать. И пока что мы видим Найт Сталкера, который также наверху. Так, ну что, этот у нас танцует. Танцующий SF, да, он продолжает барабанить. Мне кажется, он всю игру так будет. Особенно будет эффектно, если он рампагу сделает и после этого забарабанит. Слушаю, он артефакты выкладывает. Ну да, я уже вчера видел во время матча, вам Вилат рассказывал, почему он это делает. Это вообще в чем-то логика. Он продолжает танцевать. Морально давит Мэйби своими танцами. Выкладывает. Он здесь, конечно, на команде полная. Подожали этого товарища. Ему очень пофиг. Но все нормально, да. Ну, тут ничего не сделают. Воу-воу-воу, а тем временем ФБ у нас делают на топе, на VR-очке, ого! Да, забирают ее DDC и Sailor. Ну, тяжелая линия для Windranger, что и требовалось доказать. Ну, и как мы видим, для SF пока что тоже все тяжко. Он практически ничего не добил. Два крипа, и до ботла ему далековато, но на него идет целая пачка крипа. Ну, вообще, VR-ка в харде это немножко прошлый век. Вот. Есть не поза прошлый. Да, то есть персонаж уже давным-давно в харде не стоит. Ну, может быть, сейчас расчехлится парень. Как бы, будет жарить на нем. Пока так себе. Потому что два персонажа, то есть даже не три персонажа стояли против VR-ки, а только два. И в итоге она погибла. Что не есть хорошо. Ну, шада у шамана сильный очень спелл. Вот этот дизеблищ и сетка на 2.75. Это один из самых долгих таких станов. Ну да, безусловно. Ну, то есть, опять же, ты же должен все это контролировать, как это не подставляться. Вот. Даззл закрывает у нас таск. Но кулдаун на щиток. И все-таки у даззла проблемы. Подхиливается даззл и это еще один фраг. Это довольно легкие денежки. Пока LGD вырывается уверенно вперед. VR-ка слегка встревает, потому что она стоит, как я уже отметил, против двух героев, а не против трех. И имеет, как бы, совсем мало. Там шаман делает отводы и имеет, как раз-таки, достаточно много за счет этого всего. Тут у нас Night Stalker дабл дэмэдж подобрал. Будет пытаться сейчас где-то кого-то найти. Ну, он прогнал таска. Ничего не смог с ним сделать, естественно. Ну, пока что более-менее равная игра. Да, чуть получше с лайнингом у LGD. Они забрали два фрага. Но преимущество, пока что, несерьезное. Посмотрим, кто его и как разовьет. Конечно, сегодня мы рассчитывали от Минесок в первом матче игрового дня какую-то борьбу увидеть. Но Минески с Сикретом, в общем-то, проиграли практически без борьбы. Там были какие-то у них шансы на первой карте. Здесь ситуация по силам схожая. Но мы надеемся, что Перу сможет показать, как минимум, хорошую доту. Ну да, ну мало ли, хорошую доту. Может, эти ребята сейчас вот так вот... Но они реально играют, на пофиг. Они уже считают себя, по ходу, победителями. Вообще, это очень сильно. Ну, сильно придает тебе какой-то морали. Когда ты вот так вот играешь, и ты уже свою задачу, грубо говоря, выполнил. Ты не волнуешься. Ты, скорее, наоборот, пытаешься как-то задрать соперника. Потому что, играя с соперником класса выше, ну, как-то победить вот в такой в равной игре бывает тяжеловато. А если ты именно начинаешь давить на мораль, и у тебя получается, то у соперника какая-то двойная минус-мораль. Потому что он вроде как и фаворит. И при этом еще и над ним издеваться начинают. Ну, и посмотри, УСФ хороший, Крипстат Уэмбер тоже. Линии пока что ставят здорово. Единственное, у ВР-ка вот эта сомнительная на хардлейне. Что она вообще будет делать, непонятно. Ну да, у ВР-ки все плохо. У нее только второй левел, даже третьего еще нет. Квин оф Пейн уже имеет почти пятый. Даже Шаман там в лесу имеет третий с половиной. То есть у ВР-ки реально все очень плохо, отвратительно, я бы даже сказал. Единственное, наверное, что она может делать, это хотя бы льесить и стакать на лайн, она выйти боится. Она будет просто кормом оставляет руну. Найт сталкер бежит. Найт сталкер второго левела. Вот Найт сталкер вы вместе с ВР-кой на топе постояли бы нормально. Да, и он бы сам левела побольше был. Конечно. То есть давным-давно пора бы было перетянуться уже на топ, и все было бы в порядке. Никаких проблем. А так, у Шамана все хорошо. Шаман, а это тот герой, которому если даешь стакать, если даешь там свободно двигаться и, грубо говоря, поднимать свой лэбл, там плюс айтемы какие-то покупать, то он в верфективе очень сильный герой. Ну, Вега только что убедилась в этом. Да, так грубо говоря. Выгод на Атуна. Сфчик проседает, а с шардами его заблочить не удалось. В итоге на развороте нужна тычка. Рейса, даже Рейза не понадобилась. Так получилось убить. Неплохо. Да, здесь очень как-то посредственно использовал возможность ворваться Тускар. И СФ без особых проблем ушел от Ганга. Да, Темп Ларка на ранней стадии не самый лучший ассистент для убийства. Поэтому тут скорее надо самому сейбить своего тиммейта, нежели нападать. Я просто в шоке. Они настолько отвлекают внимание, они даже мое внимание отвлекают. На топе VR в очередной раз погибает. Но вот это вот, кстати, печально. Потому что виндрейнджер, которая по хд фидит Queen of Pain. На самом деле даже не Queen of Pain, а шамана получается по фрагам. А это тоже не как бы супер плохо. Квапа тоже, которая берет дополнительные какой-то фармы, левел, она очень страшная. Тем более китайская. Не будем забывать, что именно из Китая к нам пришла квапа с легкой линией. Там ее играли все команды, вообще кому не лень. Так, у нас тут в миде опять небольшая заварушка. Вкатываются в этого SF-чика танцующего. Прыгает сюда еще и Слайлор. Еще буквально тучка. Денает. Красавчик. Найтсталкер. Отлично сыграно. И в итоге SF убегая еще там потанцевал. Но на самом деле, да, я думаю, что немножко на морали это поддавливает. Во всяком случае, когда ты приходишь и гангаешь парня, у него уже шансов никаких выжить. А он от тебя убегая танцует. Да. Дело такое. Ну вот, есть плюс. Его эрочка себе хоть что-то подымает. Снизу Эмбер Спирита что-то тут отпугали. Но ничего страшного не происходит. Я думаю, сейчас с получением шестого левела Эмбер Спирит должен куда-то выходить. Ну, какая бы ни была команда, какого бы уровня, я практически не видел на этом турнире Эмбер Спиритов, которые на раннем левеле ничего не делали. Единичные какие-то игры, и там скорее специфика игры была такая. Так, посмотрим на СФ-чика. Ну, тут у него рейсбенд. Ну, в принципе, боттл, рейсбенд, стики. Пока что по крипам все неплохо. Ну, и плюс стаки еще есть. Ой, сколько много стаков, сейчас надо еще разочек ставить. А он не, не. Найт Сталкеру нужна экспа очень сильно. И ВРК тоже, как мы видим, она тут помогает немножечко подфармить. Ну, и получается знатно. Да, для ВРК, конечно, это очень мало. Но для Найт Сталкера... Втроем, конечно, тут стояли, поэтому и мало. Для Найт Сталкера неплохо. Самое главное, СФ зарабатывает много фарма. 41 крип и... Пока что по-прежнему равна игра. По графикам мы видим преимущество LGD, но оно очень легенькое. Нападение Ротикея. Эмбер Спирит прячут Ротикея, но Ротикея погибает. У Эмбер Спирита не остается ремнантов. Отрезает Катара. Да, и забирает Сайлор фраг. Здесь слишком агрессивно сыграл Эмбер. Но, тем не менее, Дарк Сира он забрал. Да, и он убил Солянова, а его убили толпой. Поэтому он остался по-любому после Найт Сталкера. Темпларка на миди. Мол, да, нету. Достает ее Найт Сталкер. Рефракшена нету. Мэйби. Рефракшен откатил. Ставит ловушку. Ну, и Мэйби здесь прогнали. Да, не хватило СФ у четвертого Кайла какого-нибудь супердальнего, чтобы сделать фраг. Ну, такое бывает. Вдруг у тебя нет четвертого Кайла. Находят. Получает довольно много урона. Ставится ловушка. Взрывается. Здесь же таск. Ну, и без шансов для Найт Сталкера. Никто его даже не пошел сейвить. Да, еще и Арканбутсы есть. Эмбер. Прожимает шаман Арканбутсы свои. Вот то, о чем ты говорил изначально, что все бы ничего, но у шамана Аркантапки уже. Да, это очень жестко. У него слишком сильные спалы. Пока еще, конечно, левел у него не супер жестко запущен. Да, вот он пятый уже почти наковырял. Но это все же очень хорошо иметь пятый левел и Арканбутсы на такой минуте. При том, что он получается у нас, ну, фул саппорт, судя по всему, потому что Тусик вроде как бегает роумид. Обычно такие ребята на четвертую позицию уходят. Классные, получается, варды у LGD. Они контролируют весь вражеский лес. Ну, точнее, сейчас у них упал вот этот вард, но контролируют они все равно мид и перетяжку на верхнюю линию. И тем самым, в общем-то, не очень боятся. В то время как Unknown не видят ничего. И здесь название их команды, в общем-то, в полной мере играет. Сайлор, получивший высокий уровень, уже восьмой у него. Есть ультимейт. И будут гангать. Конечно же, самая приятная цель Shadow Fink. Никакого эскейпа. Подсейп в виде Даззла. Кстати, Даззл находится в нужной точке. Да, и в итоге в него нападают. Соник Вейф успевает, то есть на себя Грейф и сразу ТП аут. Вот так вот. Неприятненько. Темпларка на Атуна. Атуну нужно бежать. Атун, нет ничего. Начинают его пробивать. ТП от Windranger. Атун, стики Эмберспирит. Врывается в драку. Койл. Забирают темпларку. Минус SF. Но падает также Таск. И только Сайлор уходит отсюда. Победителями выходит в этой драке команда Unknown. Даззл находился в шикарнейшей позиции для этой игровой ситуации. Да. Напали на Даззла. Улетел товарищ телепорта. А потом... А потом суп с котом. Потом беда. Ну и SF еще на самом деле могли там подсейвить. Я думаю, не так много ему не хватило. Но хотя бы что-то удалось забрать LGD. Учитывая, что это был их смок и они еще и потеряли, это очень плохо. Шаман, получивший высокий уровень, начинает пушить вышку. Здесь, конечно, без шансов. Тауэр падает, под змейками драться не хочется. Но максимум попытаться задинаить на этой VR-ке. Но опять же, можно и встрять. Поэтому такой робкий динай, который не привел как бы ни к чему. Night Stalker пока фармит до появления второй ночи. Не особо напрягается. Даззл тут рядом бегает с SF-чиком. Просто получает экспо. У него тоже все в порядке. Арканбутсы появляются еще одни у команды LGD на Тускаре. Угу. И теперь у них... Ну, у них герои, действительно, у которых может закончиться мана. Это и Darkseer, и Wind of Pain. И сам Shadow Shaman. Не будем забывать, что у него какой-то дичайший монокост на змеи. 200 на первом левеле и 600 на шестнадцатом. Ну, в смысле, на шестом и на шестнадцатом. Да. Это очень много. Плюс сами по себе спалы не дешевые, а всех скастовать хочется. Поэтому Арканботинки в большом количестве здесь будут кстати. Но Night Stalker получит свой шестой левел к второй ночи. SF дофармит Мекку. Совсем чуть-чуть ему осталось. И только лишь у VR-ки проблема. Ember Spirit, я так понимаю, купил себе травела. Да, вот они. Да, на перспективу одевается. Такие травела обычно покупаются на изи-лейне. Да и вообще в миде покупаются. Не стесняются в лейд заходить. Unknown. Пытаться как-то. Травела такие, ну, на перспективку. Явно ты не для какого-то подпуша и для агрессии покупаешь. Да и в принципе Ember Spirit пик и для подпуша. Ну, вообще у LGD есть чем контролировать этого Ember Spirit. В миде у нас какая-то стычка. Шайклшот срабатывает на Мэйби. Ему больно, хотя нет, ему только рефракшн сбили. Не так уж и больно, как могло быть. А чем вообще в перспективе сбивать рефракшн? Только щит Ember Spirit это может делать. Ну, довольно знатно делает. Да, да. А все остальное не сбивает. То есть, если Ember Spirit нет, он на тамплавку нападать. Focus Fire еще в VR-ке довольно неплохо с этим работает. Ну да. Со сбиванием. Ну, посмотрим, как это все будет. В любом случае, пока что... Пока что у нас никуда не торопится. Unknown выносит свои артефакты. LGD также. Немножко это напоминает действительно и первую, и вторую игру. Да. С сегодняшнего дня. Ну, пока вот 2000 преимущества имеется в LGD. По XP там где-то 1800. Не супер много, но все-таки 12-ая минута. Это такой более-менее результат. Ну, давайте переворот. Нужен переворот. Нужен переворот. Какой-нибудь заход на Roshan от LGD, который спалят, но... Не, ну, как бы переворотом даже это нельзя будет назвать. Просто пока, ну, преимущество не сильно растет. Вот когда начнет там расти чуть с большей скоростью, но это уже будет видно вот к двадцатой минуте. Выход смоков от Ember Spirit. Ох, как они сейчас наткнулись на двоих Шекл! Отличный! Три ремната сразу чиньцами связывает Ротикея, Ротикея тоже подсейвили слегка, Тускар, отваливается Ротикея, Соникой вкатывается, два в один размен, у Анон проблемы, обратились они в бегство, замедление, Шейкл не срабатывает, пауэршот сверху, СФ раскрестовывает свой ультимейт, ДДС под фокусом, ДДС погибает, и вот этот на развороте гейминг работает очень неплохо, ММА буквально на одну тычку, либо дальний рейс, но не достает, юзает рейс, но не в ту сторону, испугался Тускар, закатывается, и рейсом его можно добить, он просто его с руки добивает, тычка, 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 рефракшн сбили, а почему они убегают, темпларка, а тут еще Квин оф Пейн есть, со скримом, смотрим Fight Recap, перуанцы выиграли эту драку, они забрали двух суппортов, получается, икор героя, также потеряли двух суппортов икора, ну как не хватило в начале, буквально там пара каких-то кайлов, для того, чтобы развалить парочку героев ЛЖД, но в любом случае драка хорошая. Но тут Мека очень многое сделала, плюс шейкл-шот вот этот хороший был достаточно-таки, в итоге там Эмбер ворвался, чинь сами связал, сразу Дарксир вместе, ой, еще один шейкл-шот, пауэр-шот сверху, но пауэр-шот не дамажит, все уходит в рефракшн, ну и заставляют тасика стянуться. Очень хорошая игра от ВР-ки, вот эти шейкл-шоты у нее залетают чуть ли не каждый там, я не знаю, 3 из 4. Да, шейкл-шот безусловно хороший, только что вот толку от этого шейкл-шота не было. Ну напрягает немножко, напрягает соперника и рано или поздно залетит как нужно. Ну, в прошлом файте был шейкл-шот хороший, вот я говорю, если бы не он, то там вот этих двух товарищей, Тускара почти сразу убили, Дарксиру продамажили там нереально много, они оба, конечно, пожили после этого шейкл-шота, но недолго, то есть вот этот шейкл-шот многое сделал, но там Крин оф Пейн еще очень круто расхвестовалась потом, и вот такой вот сумбур получился, но выиграли Аноун, причем они немножко отбежали, а потом на развороте надавали по щам. Ну вот про тот легкий камбэк, который я говорил, проигрывали 3000, и сейчас 1000 осталось, и по XP такая же ситуация. Уже повернули графики немножко назад, и Сайланс появляется у Сайлора, вот это момент довольно важный, 11-й левел, Орчат... У Эмбер Спирита, да, проблемы могут быть, но он под Флэмгуардом был еще изначально. Вот интересно, почему они на него напали, учитывая, что он под Флэмгуардом? Странно, он просто пешком от них убежал на травелах, и решение непонятное. Теперь Крин оф Пейн спалила свой Сайланс, и Эмбер Спирит будет играть аккуратнее. Интересно, во что он будет выходить, будет ли какая-то манта. ММАй, тяжелая ситуация ММАй, прямо скажем, но ему конец. Единственный шанс был сделать телепорт, но телепорта у него в принципе не было. Тянет время. Да, ворвался в крипов, но жил недолго. LGD остаются, Найт Сталкер бежит дальше, видит Дарк Сира, Дарк Сира уходит, Квин оф Пейн в кустах уходит. На блинке очень далекий радиус у блинка Квин оф Пейн, здесь, конечно, ничего не сделать. Да, разбежались спокойно после смерти Тускара. Интересно, что возьмет Верка в такой ситуации? Я думаю, она фармит себе даггер. Посмотрела на свои шейкл-шоты, подумала, а я вполне хорош. А я хорош, да. Кстати говоря, у него макшен и шейкл, а пауэр-шот он уже второстепенным скиллом качает. Ну, с такими шеклами можно себе позволить. Я так понимаю, все-таки хардлайнер обычно берется для какой-то инициации. Да, и вот эта инициация будет. Когда у тебя инициатор Виндрейнджер, ну, так себе, потому что может привязать и может не привязать. Но если привязывает, привязывает, почему бы и нет. Ну, ротики, этот под носом у оппонента за баррел урном. Ворды ломают Аноун. Как-то немножко танка не хватает у Аноун в пике. Ну, Мека у них есть для этого. Есть ССС Мека, есть... Не, на самом деле есть у них танки. Еще этот, Найт Сталкер, плюс Дазл все это подхиливает. Танков достаточно. Ну, Найт Сталкер, саппорт. Но тем не менее, да, в общем-то, под Дазлом с Мекой с хорошими артефактами на выживаемость. Вот мы видим, Эмбер Спирит взял себе БКБ. Дезолятор берет тем временем темпларка. Хороший артефакт для фарма для сплитпуша. Да, по сути, Дезолятор обычно быстро фармится какой-то дагерочек. И вообще все чики-пики. Ну и продолжают сидеть на своих половинах. Никто у нас не фармит больше. Заход на Рошана, походу. Походу, это такой вот хитрый заход на Рошана, потому что есть змейки, есть темпларка с макшиным Мелдом. И да, это то самое захождение на Рошана. И можно даже не стесняясь бить Хекс, Хексом Линку и поймать его в лосо и добить, чтобы пошустрее просто. И перуанцы, как мы видим, не реагируют. Ну, очень жесткий обуст двумя героями с Дезолятором. Да, слишком быстрое убийство. И, блин, достаточно легкое. Мне кажется, Слардар даже бы позавидовал такой скорости забирания Рошана. Но Шадоу Шаман очень хорошо сейчас отрабатывает, зарабатывает дополнительные золота. Есть теперь Аегис, легкая инициатива. Кстати, SF топовый Нетворс, 8400 имеет. Ну, типичный Шадоу Финт. Что здесь еще сказать? Мека, Сейнджа, ПТ Аквила. В общем, этот товарищ знает, что делает, умеет играть. И вот сейчас выход в Смоках. Эмбер Спирит пока что в Смоках на миде, но в любой момент он может тыпнуться на тревелах. Ждет руну у нас, судя по всему, Атун. Забирает ваунтируну. Выходит наверх. LGD читают ситуацию. Смотрим на их вижен. Видим, что довольно много у них вижена. Видят они сейчас Эмбер Спирита. Ну и, собственно, все. И никто не палится. Да, пока. Все, увидели. Увидели игроков Unknown. Хорошо сыграли LGD. Ну, а Нон просто пробежались, потратили немножко времени. С другой стороны, соперник в этот момент ничего не фармил. И атака получилась не критическая для экономики. Ну вот Эмбер Спирит, мне кажется, допустил небольшую ошибку. Он купил себе барабаны. В то время как надо было рашить манту. Так как он сейчас в очень уязвимой позиции может находиться из-за этого Орчда. Против Сайланса, да? Да. Размен вышками. Тир-1 в миде на тир-1 на топе. Поценнее вышечка в миде, но по золоту примерно одинаково. Только разве что с точки зрения какой-то позиции. Да, у шамана скоро даггер такими темпами нафармится. Это небольшой, конечно, минус. Есть чем ловить Эмбер Спирита. Да, есть чем ловить Эмбер Спирита, да и вообще всех остальных тоже. То есть инициация уже имеется. Можно постоянно под смоками идти, кого-то ловить, убивать. И потом это дело закреплять пушом. Так, но пока просто решили LGT продолжить свой пуш. Навязывают они агрессию своему оппоненту. За счет Аегиса. Ну, конечно. Сайлор тем временем сверху фармит БКБ, ставит СБЕКИ. Ну и аккуратно играет здесь Катара. И Новпейн прыгает. У нее есть Орчет, но сразу блинкаут от Финдрэнджер. Гриди понимает, что с этой Квинов Пейн лучше не связываться. Так, размен у нас пошел по ТВ-раме. Сносят ТВ-2 в миде снизу. В миде тем временем СФ подпушил, но снести ему не удается. Блинк появляется на темпларке. Неплохо реализуют свои Аеги с LGT. Сейчас они должны довольно уверенно выходить вперед. Да, мы видим по графикам тут все очень здорово у китайской команды. Ну вот, уже более-менее четверочка какая-то есть, по золоту троечка. Да, уже вырываются более-менее нормально. Не супер на самом деле много, все равно 20-ая минута, как бы 4000 золота, это не бог есть что. Нет тут тотального разноса пока что. Ну, камбэк более чем из риэл. Тут одна хорошая драка может перевернуть все. Да, проблема в том, что Ember Spirit пока, если там не будет играть супер-пупер осторожный Саевого, буквально на два удара там от Темпларки, да, или там удар от Sonic Wave какой-то, учитывая, что там есть Orchid, то это все легко очень провернуть. Смоук. Смоук и пошли куда-то наверх. Темпларк, тем временем, Крипит Эншентов, видимо, заметили ее из-за того, что слетел Смоук, но и не могут из-за того, что этот Смоук слетел, выйти наверх. Сверху у нас фармит Виндрейнджер, подходит Шадоу Финд. Найт Сталкер, они смогли зацепить. Шекл хороший по Сайлору, Сайлора забирают вдвоем. Unknown. А это очень ценный фраг. Смотрим Fight Recap, тысячу монет за него дали, и Эмбер Спирит получает еще небольшое пространство. Да, Эмбер Спирит наконец-таки может осторожней фармить, ну, уже раскрепочение фармить, потому что Мин оф Пойнт с Орчидом сидит в таверне. Но там еще, конечно, есть Шадоу Шаман, который как раз-таки поджидает. Смеет, нет? Он уже третьего левела, но там сейчас еще кто-то подтянется. Вот она, Темпларка бежит. Ну, он не поймается. Но он уже, да, он уже ушел. Он хорошо пока что осторожен, ты вот сказал про суперосторожность. Он играет очень осторожно и продолжает фармить. Вот уже Яша не за горами. Он понимает, он лучше нас понимает, что тут происходит в доте. И как в эту карту играть, когда ты Эмбер Спирита, против тебя два инициатора с блинками, которые могут тебя либо захексить, либо засайлентить. Тут такое. Пока придется играть в осторожную сайловую доту. Верка прям одевается как соло-мид, только, знаешь, с таким опозданием легким. Ну и немножко чередуют артефакты. Все-таки соло-мид верки сначала аганим зачастую фармят, а потом блин. Да, да, да. Я на самом деле больше придерживаюсь к варианту даггера, а потом аганима. Ну, не знаю, мне так больше нравится, конечно. Может быть, ты перуанец на какую-то часть? Может быть. Может быть. Я просто видел еще какую-то верку через первоэтом даггер. Мне это тоже верку больше. Я уже не помню, кто там играл. Вот. Но просто, как бы, когда у тебя появляется даггер, твоя инициация возрастает намного больше, как бы. Аганим, конечно, дает статы хорошие, спору нет. Но ты можешь купить... Ой-ой-ой, эсэпа закрыли. Эсэп, мека, раскаст и падает Shadowfiend. Да, ММА здесь сыграл здорово. По ловушке отработал. Фраг. Так, а тут еще, походу, не все. Все, тут там, Кларочка. На хасте с дабл дэмэджем. С дабл дэмэджем боже. Да. Да, Дазл даже не успевает на себя элементарно повесить игрой. Слушай, а с этим дабл дэмэджем пока нет эсэпа, а у эсэпа нет байбэка. Все, он заканчивается. Но все равно дэмэджи по товарам много. Да, змейки стоят. Могут здесь и сейчас практически закончить эту игру. Ну или заработать критическое преимущество. Змейки стоят, сбивать их нечем, ренджей нету, верки срочно нужно возвращаться и пытаться как-то сбить. Но да, только сейчас она делает ТП и на базу. Фортификашн отсутствует. Вот те самые как бы ганги, вот та самая инициация, которая имеется. Напали, убили, да еще и двоих. Так, ну и решили отступить LGD. Не жадничают. Совсем саевого они, конечно, играют. Ну да, преимущества у них нет такого огромного. И чтобы сказать, мол, уже можно райт-кликать и не париться. 3-300 у темпларки. Я не знаю, будет где-то больше дэмэдж, учитывая, что это Мэйби, он любитель играть через такой жесткий яс. И снизу выход Нембер Спирита. Очень опасная ситуация пошла у нас. И все, это домашний пирожок. Пирожочек. С яйцами? Да, да. Вот бабушки. Ну очень хорошая инициация. Прямо LGD ошибку за ошибкой начали реализовывать, зацепившись за этого эсэфа. Ничего, один пирожочек, пирожочек, как ваше ничего, тычечко, поймал в лассо и подходит сюда вот этот вот палач. Ну вот это два удара коронных от Мэйби на темпларке, где-то я это уже видел и неоднократно. Эсэф, конечно, продолжает танцевать, но ситуация существенно меняется. Потеряли за раз буквально там за два захода четырех героев в вышку, 7500 преимущества, 4000 по XP и ошибаться больше нельзя. И вот теперь уже нужно действительно делать камбэк. Теперь, да, теперь надо играть от дефа осторожно, нереально осторожно, потому что тебя уже даже манта не спасает, как мы видим. Эмбер спириту уже даже линкен какой-то нужно было бы лучше фармить вместо манты, потому что манта сбивает орчит, а когда тебя хексят, ты уже манту не нажмешь. Значит, если он сейчас зафармит линкен, у него дэмэджа вообще не будет. Ну вот такая вот проблемка, нефиг было Шадоу Шамана оставлять. Надо было Найт Сталкера-то отправлять в топ вместе с ВРК, тогда бы Шадоу Шаман был бы в дерьме, потому что ВРК, Ранжевик и Найт Сталкер очень жесткий герой, они бы этого Шадоу Шамана избивали. А по итогу Шадоу Шаман в шоколаде и... Хотя и то, и то коричневая разница огромная, да? Да, разница огромная. И в том самом находятся сейчас ребята из АНО. Как минимум, МБСФ. Даззл в опасности. Даззлу сразу можно вешать грейв, по-моему, на себя, но нет. И команда подтягивается, но она и без смоков, поэтому именно LGD и отступили. Что дальше? Вообще, где навязывать драку, честно говоря, тяжело сказать. Может быть как-то на Рошане, но Рошан подает слишком быстро. Контроль карты тотальный у команды LGD. Сверху сносится последняя вышка, два варда, куча ловушек. Без гема тут вообще не выйти незамеченными. Ну, ВР-ка покупает Аганим, ну хорошо. Аганим у нее есть, допустим. Что дальше? Ну, теперь ВР-ка в случае, если на нее нападут, хотя бы не умрет за секунду. Я думаю, только в этом плюс Аганима, то, что он ей дает живучесть. Вообще, фишка Аганима с маленьким кулдауном, да ты больше одного раза за файт все равно не юзаешь этот фокус-файр. Это первое. Второе. Дэмэджа меньше. Ну, там, получается, если без Аганима ты на 40% дэмэдж меньше наносишь, а с Аганимом на 15%, то есть разница в 25%. То есть, ну вообще, на самом деле, Аганим это очень сомнительный шмот. Я думаю, что скорее для того, чтобы чаще использовать фокус-файр, вот именно кор ВР-ком покупают. Здесь спушил вышку, тут же там прошло немного времени, ты уже можешь драться опять. Ну, тут ситуация аховая. Дезолятор Мелт, Кираса, которая доделана будет на Квапе очень скоро. Если уже не летит, конечно. Там артефактов очень много. БКБшка у Квапы, БКБшка у Мэйби. Блинк на Тускаре. Блинк на Шамане. Мэйби просто заходит, ломает базу, за спиной стоят змейки. И как все это дело контрить, непонятно. Ну, какое-то чудо перуанское нужно, не знаю. Тут хотя бы БКБ на СФ есть. Да, но СФчик единственный, у кого все в порядке, несмотря на картину происходящего. Но на то он и СФ. И этот парень достаточно скилловый. Немножко такое ощущение, что две вторых позиции, не одной третьей у команды Unknown. Есть Эмбер, есть ВРК. Но не тот герой неэффективен на данной стадии. Эмбер Спирит у нас улетает на топ. Сразу же Блинкаут делает Кин оф Пейн, еще и прожимает БКБ. На всякий случай, чтобы ВРК и Шейкланд своими связала. Дарксир, есть вакуум. Нет, Ротикей здесь понял, что погорячился. Продолжают агрессивно действовать, но никого не поймали. Минус БКБ на Квапе. Ну, либо надо ждать, либо просто в Квапе на самом деле. Можно тупо стоять сзади и выжидать момент для врыва. Пойдут сами. Я думаю, что не будут они ждать. Это БКБ, потому что... Есть Змейки Шамана, вышки нету в миде. Ты ставишь Змейки, аккуратненько начинаешь бить барак. Просто нужно выбрать хороший момент. Пока что они аккуратно контролируют передвижение соперника. Да, тут у нас тут раскастовывается фейковые ультимейты. Келпасиандр. А, еще и гем купили, вот как раз в ММАе. И развардели все вообще. Хотя в Ордов, по-моему, у анонс начала игры там буквально парочка. Немножко проседают в этом компоненте. Ну, вот так вот тупо ребята сидят и ждут своего оппонента. Я чувствую, у меня сегодня это уже третья игра такая. Вот один в один просто. Две тысячи, четыре тысячи, шесть тысяч, десять тысяч, двенадцать тысяч, четырнадцать тысяч, шестнадцать тысяч, шестнадцать тысяч, гг. И вторая игра. Ну, я все еще верю, что хоть кто-то из аутсайдеров эту статистику, эту последовательность нарушит. Пока что ТСФ барабанец. Если бы за каждые барабаны давали ему хотя бы по сто голды, конечно, было бы очень здорово. Но, к сожалению, ничего они не дают для ТСФа. Такая вот ситуация. Да, с одной стороны, если ты будешь барабанить и побеждать, ты можешь надавить противнику на мораль. Но, с другой стороны, ну, у меня ощущение, что LGD просто думает, что он дурачок. Вот этот вариант, кстати. Ой-ой-ой, вакуум, стенка, очень даже неплохая инициация. Шеклшот не связывает, фокус фаер, мэйби, очень больно, БКБ пока не тратит. А у него еще дабл дэмэдж в бутыле. Ой, сейчас будет страшно. У него еще дабл дэмэдж в бутыле. Так, подрубает пока рефракшн, Соник Вейв прокатывается, Дазл в таверне. Первый ад совершает ТСФ посмертный, ММА под Шеклшотом, но убить его пока не могут. Чисты и вынужден отступать на свой ремнант. Ой-ой-ой, куда покатился, куда покатился у нас бедняга ММА. На фонтан, прямо Шекл неплохой. Ной пауэршот сверху, ну вот и что, Аганим есть, а где второй фокус фаер? Нет второго фокус фаера. Вакуум, тычка с мэлдай, давай, до свидания под дабл дэмэджом. Прикончил просто Эмбер Спирита. Шеклшот связывает пин оф пейн, фокус фаер, но, к сожалению, Виндрендер слишком тощая. Ее там разрывают. Мэйби с дабл дэмэджом, ого. А Глиммер спасает. Ты думал, что это удар? Нет, вот это удар. Говорит Мэйби и сносит сразу Эмбер Спирита всех АП. Ну, собственно, видим, что нанес он 3400 дэмэджа, несмотря на то, что стоял очень долгое время в каком-то дизейбле. Очень классно использовал, ну, забайтил все сплы на Аегис. После чего ВКБ дабл дэмэдж и пошел резать бараки, резать все. Давай потанцуем. Медасик. Тайминговый. Медасик. Но он купил-продал, насколько я понял. Эти демоны. Ну да, ну перванцы. Вот в этом есть легкая опасность. Если ты будешь выигрывать турниры и делать какие-то крутые вещи, тебя будут воспринимать как супер-чувака, типа айс-айс-айса. А так просто... Ну, вы понимаете, да? Но на самом деле, что бы и нет. Главное, что не беймят. Ну да. Но миды у них уже нет. Осталась нижняя линия без Ставара. LGD еще такие коварные парни. Они вместо того, чтобы до конца наломиться под фонтан, в отличие от команд из CIS-региона... В отличие от команд из CIS-региона... Ну да. Я понял тебя. Там кого-то заткнули. Но здесь Ember Spirit с мантой. Он мантой сбросил. Тут такая встреча была себе не очень интересная. В общем, они очень академично действуют. Они подошли, снесли бараки. Несмотря на преимущество в 20 тысяч, они просто отошли. И никакого тебе шанса на камбэк. Если они сейчас в пятером просто возьмут и умрут, это слишком много золота будет и чести для соперника. Ну, конечно. Конечно. Вот, мне кажется, стоит лишний раз об этом сказать. Ну, и ВР-чика такая, этот пауэршот. Сразу же блинкаут. Тут ее сразу-сразу искать. По горячим следам. Но ВР-ка скрылась без номеров в неизвестном направлении. Да, уехала на фонтан. Тем не менее, продолжают идти по топу. У Аегиса уже нету, но появилась МКБ. Есть еще и хоста. Мэйби опять будет с какой-то неплохой боевой руной. Да, Дарксир, правда, снизу. Его немножко не хватает. Но вот он сейчас находит. Да, находит Эмбера. Уходит. Хотя Эмбер ему вообще ничего сделать не может из-за Грейвзов. Сирингчейнс моментально снимаются. Ну и да, и LGD опять же не торопится. Может быть, даже они следующего Рошана подождут. Хотя, по-моему, когда у тебя вот такой вот шаман и темпларка, там вышка падает слишком быстро. Да, вообще, конечно, чересчур слишком как бы осторожно играет. Чересчур слишком, да. Именно так. Чересчур слишком осторожно. Вы даете шанс Эмберу нафармить шмотки, ребята. Я, конечно, понимаю, что у него сейчас вообще нет демеджа. И он тупо кусок огненной бесполезности. Но, блин, эта огненная бесполезность может перерасти в достаточно серьезную занозу. Если нафармить себе шмотки. А он пока вроде старается это сделать. Но оно вот так вот. Вот так вот все пока. Что-то Ремнант не там немного находился, где надо. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Но нет. Показалось. Неплохая попытка была. Но, да, Ремнант не оставил изначально. И LGD здесь слишком легко его забирают. Такое ощущение, что знали, что нет Ремнанта. Тем временем выход на Сайлора. И Сайлор теряет половину хп под ультимейтом Дазла. Телепортируется на базу. Быстро восстановится. Ультимейта Дазла нет. А что бы не попробовать подпушить? Эмбера нет. 4 на 4. Гвинов Пейн бежит на помощь. Даже если бы был Эмбер, что бы не подпушить? Ну да. Вот такое дело. Ставятся змейки. Немножко далековато, но вполне нормально. Ставится также сэндричок. Взбиваются сэндричок соперника. За секунду два барака падают. Линии как бы нет. Сопротивление тоже. Ну и можно ждать пулдауна змейк. Даже еще, может быть, рошика дождаться. И довести игру до победы. Свободненько. Да, а как же легко все получается у LGD. Да, пока вообще без каких-либо проблем. Тут в одну калитку. Где-то вот до какой? До примерно 19 минуты. Более-менее еще держались. А на Олм. Но потом вообще все постарается. Ну до момента, когда СФ забрали. Вот на этих эндшинтах. Да, забрали СФ. Ну и там уже сказался пик. То есть там в тот момент уже все было плохо. Потому что и шаман имел высокий левел плюс даггер. И Квин оф Пейн там с айтемами. И Темпларка с айтемами. Еще и Рошика убили. Короче, все позри были на руках. Такой момент, когда ты, если отдаешь сопернику небольшое преимущество. Все, он забирает все у тебя. И вот как раз таки у Веги была в какой-то степени та же проблема. Если ты играешь против какого-то саппорта. Смоуки прожали. Загангли Эмберспирита. А, тут опять ДД. В общем, если ты играешь против какого-то саппорта. Типа там Виверне. То тебе не так страшно проигрывать какого-то. Потерять одного героя, она тебе базу не сломает. Если ты играешь против Шадоу Шамана. Он тебе сломает базу моментально. С поддержкой Квор Героев. И он не отпускает такие игры. Ну и собственно здесь ЛДД в лучших традициях. У них еще и все ключевые артефакты были на руках к этому моменту. Там они забрали несколько вышек. Рошана и... Ну и сейчас они идут спокойно. Заходят на последнюю сторону. Эмбера опять нет. Пять героев. Змейки Шамана готовы. Через 18 секунд будут. Тут пока эти Змейки откатят, я чувствую, уже базы не будет. Ну дабл дэмэдж вместо них пока заменяет. Все, дабл дэмэдж кончился. Побили барак. Рошан через 2 минуты. Так, Шекл шот не связывает. Но тут ВКБ сразу прожимается. Две тычки. Найт Сталкер минус. СФ пока кастовал. Утимейт практически отъехал. Вешается Грейв. Соник Вэф на одного Дазла. Но плевать. В принципе возвращаются обратно под стенку. И ломают бараки. Есть Гриф. Шекл связывает. Мэйби неприятно, конечно же. Но тут сразу же следует Хекс на Виндрэнджер. Виндрэнджер погибает. И гуд гейм вэл плейт. И... А но первую каточку все-таки проигрывают. LGD достаточно уверенно доберет победы. Да. Вообще без проблем. На стадии... Со стадии драфта, скажем так, до стадии сноса Эншента не было ни единого момента, когда LGD бы хоть немножечко засомневались в своем успехе. Вначале что-то у них не пошло с гангами, но... Это, конечно, такое себе. Видим мы финальную... Точнее, мы видим финальную таблицу. А вы видите, как LGD выходит из кабинки. Им еще предстоит одна, а то и две игры.